Но почему вы решили, что у меня какая-то личная неприязнь добродела? Как личности они абсолютно меня не интересуют. Меня не интересует какая-то их личная жизнь. Кто с кем живет, кто что делает. Все, что не касается канала, меня абсолютно не интересует. Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Хотя нет, некоторые тоже не рады. И об этом очень часто они пишут. И тем не менее, они заходят, смотрят и оставляют свой комментарий. И отдельное спасибо им за это. В общем, ребят, поговорим мы о канале Доброе Дело. И обсудим более такие задаваемые вопросы. И много комментариев под очень старыми видеороликами. И даже под старыми видеороликами про Бабу Галю бывает выскакивают сообщения. И бывают выскакивают такие сообщения, что сколько можно, якобы человека нет. Так, блин, мальчики сами это говорят. Сами вспоминают через ролик про Бабу Галю. А мы лишь делаем обзор и обсуждаем видеоролик. И, в общем, опять же, очень много комментариев появляются. Что мне сделали такого доброделы, что я их так ненавижу? Ну, блин, ребят, ну, с чего вы взяли, что я их ненавижу? Ну, с чего? С какого перепугу? Я абсолютно ровно дышу к личности каждого. И даже сама против того, чтобы обсуждали лично человека. И мне абсолютно нет никакого интереса, как живёт Игорь, чем он дышит, с кем живёт, где гулять. Мне абсолютно неинтересна личная жизнь их. А почему я делаю обзор на канал и почему вот у меня, знаете, какая-то такая не очень позитивная такая вот реакция, не очень такие позитивные обзоры? Ну, потому что у меня просто нет доверия к этим блогерам. И даже сейчас, да, поступают уже такие комментарии после смерти бабы Гали, что... Ну вот, Оль, что ты вот прицепилась к ним? Всё ругаешь их, ругаешь. Вот они всё-таки уже такие молодцы стали. Они всё-таки оказывают сейчас помощь, да. У них видеоролики уже позитивные. Они помогают людям. Поэтому, ребят, ничего я не имею против. Помогают? Ну да, ролики позитивные. Хотя, где позитив? Позитив в том, что они целый день сидят, целый видеоролик 30 минут и обсуждают, какой там кабель, где протянуть. Скачут по кроватям, ищут ту проводку. Вот тут позитив, вы видите. Я здесь не вижу позитив. Позитив в помощи людям, которым эта помощь не нужна. Просто некоторые люди, видимо, подписываются вот недавно, скажем, на их канал. И не смотрели с самого начала и не видели всей их помощи. Видимо, поэтому у людей вот образно вот такое складывается мнение на основании каких-то, может, 10 последних видеороликов, в которых они якобы показывают, что вот они действительно оказывают помощь. И мне, честно, вот личная жизнь не интересует их. Даже, да, вот мне пишут, что, Оля, вот интересно, куда пропал Андрей? И даже на почту, что вот ты просто всё знаешь. Ну вот почему ты не хочешь говорить? Ребят, ну где я всё знаю? Прям я такая ясновидящая, всё знаю, всё вижу. Да я не знаю, где находится Андрей. И мне, собственно, даже и не интересно, где он находится. Просто вот интересно, почему его не было на похоронах любимой бабушки? Единственное, что мне интересно. Почему? Ну, возможно, там у него была какая-то причина довольно серьёзная. И у него действительно там не получилось. Что с ним? Мне не интересно. Единственное то, что... Главное, чтобы был здоров. А остальное что и где это его личная жизнь? Если не хочет он появляться на канале, не хочет сниматься, то пожалуйста. И при всём том, что где-то как-то, то ли Игорь где-то в видео он упоминал, то ли это было в стриме, что якобы на своём канале я буду делать всё, что хочу. Возможно, уже канал как-то передали Игорю, и уже Андрей вообще не будет участвовать в съёмках. Но этого нам неизвестно, поэтому где и что он я не знаю. Правда, ребят, правда не знаю, куда пропал Андрей. Относительно прошлого видеоролика мне уже многие в комментариях написали, что это какой-то ужас, что Игорь сидел и пил чаёк на диване, который не застелен, то есть на кровати и на постельном белье. Я скажу честно, я всматривалась, и причём я всматривалась уже в нескольких видеороликах, что там вроде бы сверху нет ни пледа никакого, ни покрывала, то есть голое постельное бельё. И вот он заходит и свободно садится. Знаете, я в жизни бы не села, если бы зашла к людям в гости, даже к лучшим друзьям. На постельное бельё я никогда бы не села. И я у себя даже бы не допустила, я бы попросила человека подождать, пока я заправлю постель, если бы человек ко мне попал невзначай так, что у меня всё расстелено, и я оказалась бы в такой ситуации. Во-первых, это не гигиенично. Во-вторых, это выглядит ужас как некрасиво. Ну, согласитесь, прийти в дом и плюхнуться не на заправленную постель. И дальше. Помощь. Относительно помощи. Помощь они до сих пор не оказывают. Именно тем, кому эта помощь нужна. А канал так и называется «Доброе дело». И, собственно, вот именно в этом. Потому что не особо, слушайте, интересно смотреть на то, как у них на канале прибедняют людей. То есть, Лена, она вполне может справиться без мальчиков. У неё есть сожитель, она может сама работать, видимо, не хочет просто, и вполне может сама обеспечить себе нормальную жизнь. Согласитесь, она здоровый человек, нет никаких проблем с этим. У неё есть дочь, у неё есть зять. Какая ей помощь необходима? Почему ей должны подписчики слать какие-то посылки, подарки? Нет, мне могут сказать тебе, какое дело. Если люди хотят, почему не отправить? Слушайте, ну, есть другие нуждающиеся люди. И вот это вот возмущает, что сейчас, раз она открыла дверь в свой дом, мальчики будут постоянно туда ездить. И кто-то мне написал, что Лена, наверное, сама уже не рада, что они к ней ездят. Да ладно вам! Знаете, к халяве быстро привыкают. Я вот заметила уже по Сергею, что жил себе человек, никого не трогал, ну, помог он, бабе Гале, он сделал огромное дело. Теперь, понимаете, уже и ему стало классно, когда придут мальчики и сами, возможно, предложат. Вот Сергей там, ты говори там, за кадром скажут ему, ты говори, если тебе что-то надо, вот скажи в видеоролике, и всё будет обязательно. Возможно, ему не очень-то и хочется об этом говорить. Но, знаете, как я повторюсь, что к хорошему привыкаешь быстро. И чем Лене плохо? Пришли там, поснимали у неё, и поаплодировали зрителей стоя, и посылочки прислали, и, в общем-то, ремонт на халяву сделали. Прекрасно! Но возмущает другое. Возмущает то, что нам сначала показывают немощных людей, которым нужна помощь. Это из дома милосердия. Слепому мужчине, немощной женщине, которая в другом доме милосердия находится. И поехали, и уехали. Тыщенку на лекарства дали, и ещё повозмущались, что сдача там на шоколадку или ещё куда-то. Вот такое вот какие-то высказывания, слушайте, непонятные, совсем не смешные. А вот там, где нужна помощь, нам показали и всё. Светлану нам показали, которой действительно тоже нужна помощь, которая содержит животных, собак, которая лечит их. Ей тоже нужна помощь. Но почему-то к ней нет. А потому что выгодны такие вот Сергей, семья в бабушке Лилином доме, которая совсем не нуждается в помощи. Совсем. Они не малоимущие. Они оба нормальные, здоровые люди, которые могут работать, обеспечивать свою семью. У них здоровые дети. Зачем им помощь? Потому что так мальчики захотели. Сергею помогали? Хорошо, прекрасно. Я с этим согласна. Он помогал бабе Галле, он доброе дело делал. Никто её так не обогрел, не накормил и не дал ей кровь, как он. Он принял бабу Галлю со сложным характером себе в дом. Да, ему оказали помощь. И то, пока подписчики не орали. Не знаю, сколько времени, чтобы обратили внимание на Сергея. И уголь нужен, и продукты начали так себе, знаете, сначала приносить. Потом таки за крышу взялись. Как-никак там с горем пополам плохо, неплохо сделали. Но главная помощь сейчас это в том, чтобы помочь ему с документами, что если снесут дом, что будет. А не какой-то глобальный ремонт или ванны, тазики покупать, которые он сам уже может купить прекрасно. Я понимаю, если бы они взялись за его здоровье, за его зрение. Так нет. За это дело они браться не хотят, потому что это всё сложно. С Настей всё самое сложное это к зрителям. Голосование, чтобы кровать купить. Это потому что должны решать зрители, потому что зрителям нужно деньги давать, а не мальчикам. Слушайте, ну скажите, где справедливость, а? Понятное дело, что везде, везде ведут блогеры какие-то сборы. Но эти сборы и эти средства тратятся по назначению. И эти назначения потом видны, и нигде не возникает вопроса. На канале Доброе Дело нам по горло хватило бытовки, где искали, собирали на домик и всеми методами пытались нам показать и бабу Галю, скажем так, сплавить в какое-то жильё там, где съёмное, где покупать не надо, где просто разрешали пожить. Но баба Галя не соглашалась, потому что она ждала личное. И что личное получила? Будку, кибитку, без света и без воды. Вот это вот такой вот пример помощи, после которой ну просто уже нет доверия на самом деле. Нет доверия к людям и глядя, продолжая на вот эти дела, которые не нужны, и на этих героев, которым не нужна помощь, которые сами прекрасно могут справиться, это получается не нуждающиеся люди, а просто халявщики. Просто халявщики, я скажу прямо, потому что халява, это же классно. А ведь самим можно решить эти вопросы, согласитесь. И тут абсолютно ничего нет личного. Почему у меня нет никаких возмущений на канале Орлове относительно помощи? Ну, потому что помощь там видна. Нужна была квартира, дом там, без разницы, дядя Коля, её предоставили. Да, какие-то там мелочи, казусы всё равно случаются на любом канале. И я соглашусь, что каждый канал ещё зарабатывает для себя, но опять же, они и вкладывают в своих героев. Да, слушайте, на какой канал не зайди. Быть добру видишь, как подарили комнату. И просто заливаешься слезьми от радости, потому что всё по-настоящему. Видишь ты это. и видишь, что жильё это жильё, а не будка, что там можно жить. А здесь, когда смотришь вот на такую помощь, помощь Иночке, чем крупами за то, что пьяная покривляется на камеру. А зачем такие герои? Пример для молодёжи, как Игорь говорит. Ребят, в общем, знаете, просто возможно, если бы переименовали они свой канал как-то по-другому, то может быть и не было бы каких-то вопросов, каких-то претензий, да. Я уже говорила, что помогать своим друзьям и знакомым мы можем вообще совершенно безвозмездно. И у меня очень много таких случаев личных, где помощь, она безвозмездная и помогаешь и делами и даже продуктами и какими-то личными вещами делишься и полностью безвозмездно, без всяческой оплаты. Но а здесь я считаю, Лена это уже как подруга. Семья из бабы Лили дома, так это уже вообще кореша, это лучшие уже друзья. Серега тоже уже стал другом, потому что мальчики заходят туда вообще без приглашения, ну согласитесь. И еще задержу вас на один момент. Оля, почему мальчики? Да сколько можно мальчики? Какие они мальчики? Слушайте, а Лена какая девочка? девушка? Ну она же девочка, не девушка ее называют, Лена девушка. У них все женщины, даже старше меня девушки. Ну я как-то не очень чувствовала бы себя, если бы на меня сказали девушка. Ну так же и они мальчики, раз Лена девушка и девочка. Они младше. Лены они неженатые пацанята, как они любят выражаться. Что из-за такого? Ну мальчики и мальчики. Не любят они, что они мальчики. И поэтому, скорее всего, из-за этого они и Лену девочкой и девушкой называют. В общем, ребят, нет никакой у меня личной неприязни к этому каналу и к этим блогерам. Люди как люди. И абсолютно даже нет у меня никакой неприязни к внешности. Единственное, о чём я всегда говорила, что взгляд Игоря меня будоражит и вводит в страх. Но это не одно меня. Вы мне тоже об этом пишите, что взгляд у него действительно страшный. Я даже не буду говорить таких слов, что мне напоминает этот взгляд. Во всём остальном я даже на внешности никогда не перехожу. обычные люди мы все разные. Мы имеем все разную внешность, да. И здесь не по внешности, не по личной жизни, а просто на самом деле по делам. Я надеюсь, вы меня поняли, поняли. Я постоянно неправильно говорю, но ладно, проехали, короче. и в общем, думаю, что я ответила на множество вопросов просто вперемешку, потому что очень много пишут и пишут и пишут под разными видеороликами, просто под разными. Я знаю, что вы этого не видите, потому что ролик прошёл, идёт новый, где-то старые комментарии уже никто не читает, где-то читаем новыми, у меня это всё конечно же вылазит, очень много зависает, которые даже с обзываниями всякими идут, которые я естественно не пропускаю, и поэтому я решила вот как-то такой, наверное, объёмный видеоролик с разъяснениями, с пояснениями просто снять. В общем, мои хорошие, у меня всё. Всем прекраснейшего настроения, позитива, добра, любви, понимания, ну и конечно же здоровья, здоровья и ещё раз здоровья, берегите себя и своих близких. Я обнимаю вас каждого, всем пока.